Ну что ж, дамы и господа, всем здравствуйте! С вами снова Константин Калуцкий, и мы продолжаем наш разговор о стыковых матчах за право участвовать в следующем сезоне российской премьер-лиги. И знаете, первые матчи в рамках вот этих противостояний стыковых, они, конечно, оставили какое-то гнетущее ощущение, что наша высшая лига – это какое-то днище. А ФНЛ, или как он там сейчас называется, первая лига, не суть важна, это действительно лучшая лига мира, которая готова удивить нас в любой момент. В первых встречах именно представители ФНЛ добились побед, и казалось, что у РПЛ-овцев вообще никаких шансов отыграться нет, учитывая то, как хреново складывались для них встречи, и учитывая то, что ответные матчи нужно было проводить на чужом поле. Но сегодня мы увидели победы представителей РПЛ, не всегда это выводило их, так скажем, в следующий сезон, но тем не менее. Хотя бы как-то постояли за честь элитного дивизиона. И давайте обсудим матч по РНН и Тульского Арсенала, где мы увидели много всего интересного, и где мы увидели, опять же, неожиданную развязку этого противостояния. Но сперва хотелось бы напомнить, что у меня есть телеграм-канал, где я регулярно публикую статьи и заметки на футбольную тематику. Там же вы можете получить еще и очень приятный бонус от наших друзей, которые также поддерживают футбольный клуб по ИНН. И сейчас они подготовили для вас специальный бонус – фри-бет в 2024 рубля. Как его получить? Очень просто. Проходите по ссылочке в закрепленном комментарии, вы попадаете на мою телегу, там получаете все инструкции, и с их помощью получаете тот самый подарок. В общем, не затеряйтесь. Ну а мы сосредоточимся на игре. Итак, что здесь следует отметить? Пари ИНН – это команда, которая шла с ужасающей серией без побед. Поэтому здесь, в ответной встрече, где нужно было кровь из носу, вот просто обязательно побеждать и побеждать в Туле у Арсенала, казалось, что шансов-то у них особо и нет. Но, вы знаете, на мой взгляд, в этой встрече, в этой встрече обе команды преобразились. Кто-то со знаком плюс, кто-то со знаком минус. Пари ИНН, который до этого выглядел откровенно плохо, в плане качества игры, уровня футбола, который они показывают и так далее, вот здесь, но они стали напоминать серьезную футбольную команду, действительно из высшей лиги. Не знаю, может быть, вот этот холодок, который пошел со стороны первого дивизиона, все-таки подействовал, может быть, еще что-то. Может быть, до Ильича, нового тренера, все-таки доехали лидеры команды, и они пообщались. Помните, посреди недели была новость, что Ильич позвал ведущих исполнителей, и они не приехали. Ну, как в том самом меме, что на мою сходку никто не пришел. Вот и здесь что-то похожее было, но, может быть, удалось как-то, не знаю, взбодрить, реанимировать команду, и для этого даже не пришлось увольнять наставника, как пытались сделать в Урале. И в результате самого начала второго матча было видно, что по ИНН уже совершенно другая команда. Они действовали инициативно, интересно, много владели мечом, и при этом достаточно эффективно взаимодействовали впереди, создавая один опасный момент за другим. Кого отдельно хотелось бы отметить, так это, конечно, Цару Кяна. Ну, знаете, здесь можно, конечно, поиронизировать на эту тему и сказать, что вот после потери одной армянской звезды тут же получили другую. Валерий Цару Кян, кстати, его многие называют новым Севикяном, и, наверное, не только в силу фамилии и происхождения, в этой встрече он поучаствовал в большинстве опасных моментов, и, как бы это сказать, во многом он-то здесь и принес победу своей команде, по факту говоря. Если, разумеется, отмечать других футболистов, то нужно упомянуть Боженова, который, ну, в общем-то, достаточно давно является серьезным игроком высокого уровня, но вот, знаете, не получалось у него как-то сделать решающего шага вперед. А вот в этой встрече Цару Кян и Боженов, так скажем, вечно молодой перспективный Боженов, Цару Кян, на которого повесили обязанность быть новым Севикяном, именно они вышли на первый план. И не совсем понятно, почему Арсенал так вольготно позволял действовать вот этим футболистам. Почему Арсенал настолько выключился в этой встрече. То есть, если брать Акрон, то они прошли вышку во многом потому, что гол забили. Тот самый решающий гол в домашней встрече, который и позволил пройти дальше. А вот у Арсенала, не знаю, какой-то ступор был в этой встрече. Команда, как мне кажется, пыталась уж слишком активно удержать победный счет первого матча. И это было своеобразным самообманом. И для тренера Старожука, который, между прочим, бывший наставник Краснодара, то есть человек, который базируется на владении, на контроле и на всем остальном. И это было самообманом для Арсенала, который все-таки, по большей части, в рамках своего первого дивизиона, ну, играет в атаку, играет вперед, а от обороны у них достаточно часто возникают проблемы. То есть, ярчайший пример, это вот Эрвинг Ботака Иобома. Человек, который в первом матче забил в чужие ворота, но при этом еще и зарядил в свои собственные. И вот, пожалуйста, второй матч подряд человек забивает в собственные ворота. Тут, конечно, следует отметить натиск по ИНН, который создавал напряжение, которое в итоге приводило к ошибкам. Но, тем не менее, как только игра подходила к владениям Арсенала, становилось понятно, что оборона-то у них не идеальна. И сама по себе задумка сыграть вторым номером и защитить преимущество, причем минимальное, ну, на мой взгляд, это была порочная логика первоначальной, еще в рамках стартовой раскладки на игру. В результате мы получили матч, где по сути своей, ну, Пари ИНН показал футбол, который должен показывать представитель высшей лиги, Арсенал, а Арсенал слишком хотел удержать победный счет первого матча. А за такое очень часто наказывают. В итоге, в той встрече, где все ожидали от Тулы успеха, где все ожидали от Пари ИНН очередного провала, нижегородцы смогли сохранить себе прописку. Вот уж действительно сюрприз. Перед стыковыми матчами были ожидания, что Урал останется в вышке, а Пари вылетит. Получилось наоборот.